Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Ну что ж, продолжаем играть в игру мафиоза. Так, и начнем, пожалуй... Что? Я что, не открывал, что ли, перед ухо... Нет, открывал. Так, давай смотреть. Это понятно. Не будем. Что нам здесь? Так, бабуля. Так, это суперудар бабульки на единичку вырос. Ага, здесь суперудар для нашего соло вырос. Так, опять же, для бабульки обычная атака. И для Фрэнки пышки. Все, больше ничего нету. Готово, значит. Так, у нас есть, ребята, еще сундучки обычные, простенькие, легенькие. Давайте посмотрим. Так, опять же, на соло. Так, это мимо. Не надо. Это для снайперши. И опять же, для снайперши. Отлично. Еще один сундук. Даром. Ну. Так. Это супер скилл для снайперши. Так, это понятная реклама. Опять для снайперши. Так, прокачали мы прицел снайперский. Точнее, не прокачали, а нашли. Все, ребята. Замечательно. Что у нас в магазине? Что-то бесплатное дадут? Нет? Так, глядим. Ничегошеньки нету, да? По-моему, бесплатного. Никакого, ребята, бонуса абсолютно нам не дают. Обидно, досадно. Ну, ладно. Так, что? Давайте следующий, наверное, сундучок мы с вами активируем. Вот этот вот. Через три часа. Слишком как-то долго ждать. Ну, а мы с вами тем временем попробуем накопить на боевой сундук. Если у меня, ребят, хватит времени. Потому что пора бы уже собираться арбайтом. Так, я, ребят, состав менять не буду. Хотя, хотелось бы, наверное... Давай-ка мы прокачаем для того, чтобы нам получить просто-напросто, ребята, как можно быстрее новый уровень. Ага, поцелуй. Так, раскачали малька. О, у сола тоже. Обязательно будем прокачивать. Залп. Так, 67 очков, да? А здесь-то что? Я не понял. А, сам уровень. Ёлки-палки, тысячу монет. Нет у меня такого добра. Тысячу монет. Слишком шоколадно. Ну что, давайте поехали в битву. Надеюсь, мне достанется какой-нибудь адекват и все будет у нас хорошо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, подрывник, значит, да? Ну что ж, давай приступим, пожалуй, вот так вот. Фрэнки-пышка, как всегда, у нас на высоте. Он должен первым ходить. Естественно, он делает двойную атаку. Ух ты, Владя! Неужели кто-то из русских, ребят, не достался? А то обычно турки или арабы, я не знаю, кто-то постоянный... Или индусы. А сейчас, видите, Владя. Ага, Владя бомбит масухой. В принципе, если бабка прокачана неплохо, это очень даже хорошо. Оу! Даже вот так вот он сделал. Хм. Ладно, давайте, ребята, продолжать. Продолжаем, ребята, пышкой бомбить. Да, у него всего лишь двойная атака. Не забываем про это, в отличие от бабкиной масухи. Бабкина масуха бьет всех. Вот насчет подрывника... Я не уверен. По-моему, граната... Ага, ну вот, смотрите, что делает он. Видимо, раскачана очень хорошо массовая атака. Черт, он мне, ребята, хочет Фрэнку... Пышкин нанести максимальный дамаг, мне кажется. Да ведь? Нет, ну если он будет задевать мне Соло, то ради бога. Ради бога. Потому что если у Соло останется хотя бы половина здоровья, то он будет выносить, вы сами знаете, жестко. Если у него останется вообще четверть, то с двух выстрелов он может сносить практически по 100-120 здоровья. То есть это очень много. Так, хорошо, значит, мясник делает вот так. Ой, у мясника атака-то прилично, я вам скажу. Он все-таки хочет убить мне Фрэнки Пышку. С одной стороны он делает правильно. Так. Что же будем делать? Бабкину массовую атаку? Давай, попробуем. Вот так вот это вышло у нас. Слушайте, я думаю, что в следующем раунде... Сейчас у него, конечно же... Ага, ярость повысилась. Что он будет делать? У него два варианта. Либо бабкой делать массовый выстрел, либо поваром тоже делать массовый бросок этих мечей, кинжалов. И если он даже убьет мне Пышку, то Соло... Ну, Соло тут начнет всех разбирать потом. Бабка, конечно, мне здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неужели он хочет придержать суперудар? Точно, ребята, он хочет придержать суперудар. Суперудар. Ну, бабка уже все. Это однозначно. Она не жилец. И мы начинаем потихоньку с вами разбирать. Погнали. Минус бабуля. Так, давай теперь будем приступать за нашего вот этого вот бандоса. Все, в следующем раунде ему хана. Если, конечно, он не успеет добить Соло. Будем смотреть, что он предпримет. Взрыв. Массовый, да? Неплохо. Совсем неплохо. Я, в принципе, догадывался, что он придержит суперудар. Так, и, наверное, сейчас будет бросать. Бросать топоры именно в Соло. Но если он его не добьет, если он его не добьет, то ему хана. Он его не добил. Тогда, ребята, все. Это... Это звездец. Смотри. 122. И в следующем ходу... Ну, он понимает, что он сейчас не сможет убить и Соло, и Бабку. Но никак. Промахнулся к тому же по Бабке. Все. И Бабка делает 4 выстрела. Ему хана. У Бабки, по-моему, по 40. Оу. А так, тем более. Прощай. Владя. Не будет тебя не хватать. Ха-ха. Ну, это, ребята, обычная тактика. Никакого волшебства. И никакой махинации. Вот сундук нам хороший достался. Это отлично. Ну, что же. Мы с вами продолжаем. Продолжаем битву. Я знаю, что многие, наверное, хотели бы посмотреть... Снайпершу. Снайпершу. Ну, давайте вместо Бабули. Конечно, я это зря делаю. Я могу проиграть. Это как пить дать. Но... Покажу вам просто ее. Может быть, многие еще не видели. И она у меня не прокачанная. Тоже это большая проблема для меня. Ну, поиск с соперником. Что такое? О, нашелся кто-то. Опачки. Опачки. Вот это да. Вот это вот. Блин, вот это команда. Давай вот так вот сделаем. Для начала, я думаю. А как я уже забыл? Как писать всем? Зря ты это делаешь, парень. И вот это ты тоже зря делаешь. Ладно, хорошо. Предположим. Так, ребятули. Что бы нам сделать с вами? Немножечко не то. Так, давай вот так вот сделаем. Пускай бомбит. Пускай бомбит, если хочет. Опа. Получил в лобишник. Все, ребята, пора браться с Солу за дело, мне кажется. Добро пожаловать. Куда добро пожаловать-то? Ну, добро пожаловать, вилки-палки, если ты такой смелый. Смелый. Опа. Ничего себе. Вот это было круто. Три выстрела к ряду. Так, а что у нас делать вот это? Наносит всем урон... Ближайшие враги наносят больше урона. Черт, я не знаю даже, что и сделать. Ха-ха. Ну, однозначно нужно нам убирать того хлопчика. Вот так вот, таким вот образом, да? И... Поцелуй ставим сюда. И выстрел. Давай вот так вот. Все, 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 все. Так, мишень цаи, да? На пышке. Так, а у меня тоже на пышке. Ах ты, гаденыш ты, эдакий. Ты какой жук, а? Я массовая атака, естественно, ребята, не буду атаковать здесь. Это однозначно. Берем Солу и поехали в путь. Так, у нас еще четыре, да? Соответственно, мы сделаем вот так вот. Я жду. А, у него... Опа! Опа! Вот это нежданчик сейчас для меня был, ребят. Я вам серьезно говорю. Просто был нежданчик. Что же делать-то там? Как же быть? Хорошая игра. Игра просто отличная. Так. Ну, давай для начала мы сделаем вот так вот. Всего лишь один выстрел. Теперь сделаем вот так. Все. Больше я ничего не могу сделать. Ярость. Естественно, ярость он будет делать. Только что он хочет, наверное, пышку... Вот так вот. Все. Хана, короче, ребята. Снайперши. Снайперши будет хана. Ну и пышку мне сейчас добьет, наверное. Только кто рискнет? Пышка будет бомбить или снайперша убивать? Моего Фрэнки. От этого много зависит, кстати. Если он снайпершу отдаст... Ну, я бы лично отдал, наверное, снайпершу. А пышкой хоть как-нибудь попытался. Все-таки у него двойной выстрел. Ну и критовый выстрел есть. Но он почему-то, ребята, ничего не решил сделать. И это очень-очень зря, парень, конечно. Очень зря ты так сделал. Вот серьезно тебе говорю. И мишень ставим на него. Все. Я думаю, что он, ребята, даже вышел. Почему-то мне так кажется. Он сдался. Он понял, что здесь нет вариантов просто-напросто. Да, скорее всего, вышел. Сейчас будет сообщение. Ваш оппонент вышел из боя. Вот ненавижу таких. Если ты хочешь проиграть или это, так ну сыграй хоть как-нибудь. Чем вот так просто выходить. Глупо и тупо. Ведь все равно же добью. Время просто теряешь и мое, и зрителей. Гаденыш, а. Вот я понимаю наши пацаны. Владя сыграл отлично просто. Да. Знал, может быть, что проиграет. Но ведь доиграл же игру. А эти вон трусы самые настоящие. Поэтому пускай подыхает, как собака. Вот так вот. Никакого уважения и достоинства нет. Так, ну что, ребята, продолжаем. Продолжаем с вами играть. Не будем, ребят, никого с вами, наверное, менять. Оставим ту же самую пачку. Хотя... Ладно, пускай будет та же самая пачка. Ладно, сыграем снайпершей. Так уж и быть. Хотя я вам скажу, она мне не особо нравится. Ну, за счет поцелуя мы, конечно, можем выиграть. Да что ж такое? Что у них за мания такая, а? Что у них за мания, ребят? Брать вот этих вот амбалов. Он думал, что если вот эти вот жировики будут стоять, то все будет у них прекрасно. Нет, ничего не будет у них прекрасного. Бабка делать будет массовую атаку или как? Вот глупо. Я вот, я не понимаю. Неужели они не знают, что снайперша атаковать будет в ответку? Что он хочет этим сделать? Половина здоровья уже смели, как будто и не бывало. Так, давай делаем поцелуй и... И, наверное, вот так вот сделаем. Ждем. У него два варианта. Либо атаковать мне снайпершу, как вариант, в принципе, неплохой. Ну, это совсем, конечно. Зачем он делает такую атаку? Вообще глупо. Глупо просто. Сенселес. Я не знаю. Смотри гайды, елки-палки. Смотри, как я играю в конце концов. Что я могу тебе еще посоветовать? Фрэнки... Ой, Фрэнки. Соло я бы тоже... Да, он правильно, он понял. Что немножко он сглупил. Конечно же. Конечно же ты сглупил. И глупость твоя заключается в том, что... Ну, в том, что соло просто зажигает... Ну, по-черному. Давай, на бабку еще вот так вот. Снайперский. Я вот не знаю, как у нас работает вот это вот снайперское. Надо почитать. Стреляет по цели, нанося ей урон. Наносит дополнительный урон за каждые четыре выстрела, сделанные по одной и той же цели. Ага, вот оно как работает. Видишь, видишь, что он... Вот сейчас он правильно все делает. Наносит урон по снайперше. Так, я не буду, ребята, тратить свой суперудар в данный момент, потому что я не вижу в этом надобности. А вот это вот мы, пожалуй, с вами прокрутик дела. Ну все, надеюсь, он понял, что бабки хана здесь. И Фрэнки, пышка, здесь не выживет в одно. Жало, потому что потом я... Что сделаю? Ну, у меня много вариантов сделать потом. Бобо ему. Хочет уничтожить, не получится. Неа. Все, четыре выстрела здесь. А, ну, ладно. Ладно. Ну, я надеюсь, что он понял, что ему уже... Ну, в любом случае, ребят, хана. Так, так. И вот так. Все. У меня есть суперудар. Естественно, придется мне, наверное, задействовать здесь снайпершу. Ярость? Ладно. Он сделал, ребята, ярость. Он сделал ярость. Мы также с вами делаем ярость. Ну и просто выстрел сделаем. В никуда, так скажем. Давай. Отошел. У него только выбор стрелять по снайперше. Больше никуда. Ну, давай ты уже, не томи. Раз. Два. Ну, это было зря. Все, ребята, погнали. Короче, делаем поцелуй. И... Давай вот так вот. Хотя, нам можно и так вот сделать. Все. Если по Фрэнку он будет задевать своим вот этим двойным выстрелом, снайперша его ухоркает. А он не стал делать. Ладно. Вот это было зря сделано. Вот это было сделано зря, парнишка. Поехали. Нет, так слабо как-то. Давай вот так вот, наверное. Все. Все, ребятулечки. Победа. Ну, ему чуть-чуть не хватило, если честно. Я не буду врать. Было отлично сыграно, но маленечко ему все-таки не хватило. Блин, нам совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы перейти, ребята, на новую карту. Ну что, еще один бой. Я просто поглядываю на время. У меня же как бы поджимает. Надо идти. Ладно, давайте еще последний, ребят, с вами бой замутим. Так уж и быть. Надеюсь, успею. Так, поезд соперника. Просто, видите, много времени потерял на предыдущем бое, где этот чувачок просто не стал воевать. Очень много времени потерял. Там, три минуты, наверное. Может, даже и больше. Так, ожидание соперника. Кто нам здесь достанется? Хотелось бы знать. Слушай, я, кажется, понял тактику вот этого вот боя, ребята. Сейчас будет, скорее всего, здесь играть взрывник. Ну, бросай гранату, бросай. Думает. Динамит, наверное, бросит. А, вот так вот. Ой-ой-ой. Не туда, конечно, сработало маленько. Ладно. Хорошо, он бомбанул. Так, что нам дальше делать? Слушай, честно говоря, даже не знаю. Можно сделать вот так. Поехали. У него уже, ребят, преимущества. Офигенные. Потому что у меня уже здоровья мало, а у него еще вообще все целенькие. Но зато он на центрального поставил. Это, знаете, насчет чего? Что ему сейчас массовые атаки просто противопоказанные. Ему придется бить по одной цели. Это было зря сделано, парень. Очень зря. Еще поставим, ребята, поцелуй. И... Мы можем сделать даже два... Нет, не буду я делать два поцелуя здесь. Поехали вот так вот. Все. Но пока по здоровью проигрываю именно я. Что он дальше замутит? Снайпершу можно уже, в принципе, легко снести. Даже если Фрэнка пышка будет стрелять вот этим вот выстрелом по одиночной цели. Вот это вот что... Я не знаю, ребят. Что он делает? Нафига так вообще надо? Он все не успокоится. Да, вот. Ребят, ну я не знаю. Ну, глупее просто, ну не придумаешь человека. Так, что мы можем здесь с вами замутить? Ну, во-первых, надо расстреливать вот этого вот паренька. Это однозначно. Все. Сейчас, естественно, он подбивает мне снайпершу. Ярость будет? А, у него даже ярости не накопилось. А у меня еще ярость есть. Ярость я пока тратить не буду. Я придержу ее. Ну, чего-то он опять ждет. Ну, что вот они такие? Я не знаю, ребят. Вот эти вот индусы или как их. Я не знаю, кто они такие. Вон у них, видите? Справа налево они пишут. Да ладно, опять вышел, что ли? Ну, е-мое. Блин, ребят, у меня время... А, нет. Во! Созрел парень. Давай. Давай, бомби. Молодец. Давай еще одну бомбочку. Я знаю, что у тебя есть возможность. Или Фрэнки ударить, или бомбочку бросить. Потому... Ну, это все, ребят. Это финиш ему. Смотри. Минус. Кто? Я должен проверить подключение к интернету? У меня все нормально. Эй! С какого... С какого перепуга? Ребята, это читерок был. Наверняка. Гад сбросил меня. Ладно, ребятушки. Я бы с удовольствием еще бы поиграл бы с вами. Но надо спешить. Надеюсь, вам понравился выпуск. Конечно, не очень хорошо вышло в конце у нас. Но, тем не менее, вы прекрасно поняли, что победа все равно была за мной. Ну, а вам всем пока. Всем удачи. И до новых, ребята, скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok